Приветствую вас на своём канале «Люблю цветы». Переезд пеларгонии должен состояться не позднее, чем температура воздуха на улице упадёт до 5 градусов тепла. Важно не упустить этот момент. Если вы заметили, что листья у пеларгонии стали рыжими или покраснели, то вы упустили момент. Именно этот цвет листьев и говорит о том, что температура низкая для пеларгоний и им не очень комфортно. Учтите, что подмёрзшие корешки спасти вам не удастся. Поэтому следите и не упустите этот момент. Обязательно занесите ваши пеларгонии до наступления холодов, предварительно подготовив им место для зимовки. Осенью возможно резкое похолодание, поэтому не стоит рисковать и оставлять их под открытым небом. Хотя они прекрасно переносят пониженные температуры, но только до определённого предела. По времени. Зависит от погодных условий. Обычно это начало или конец сентября. Пеларгониям после пересадки нужно время, чтобы переболеть и привыкнуть к горшкам и к новому освещению и приготовиться к периоду покоя. Не ждите, пока пеларгония совсем замёрзнет. Смело выкапывайте и заносите на место зимовки. Нельзя высаживать куст пеларгонии с той же землёй, в которой она находилась всё лето. На участках возле дома земля тяжёлая. Обязательно почву нужно заменить на более плодородный грунт. В таком грунте корням будет легче дышать. Он обеспечит пеларгонием отличный дренаж, а значит, предотвратит загнивание корней. Пеларгонии, которые растут у вас в кашпо и не нуждаются в пересадке, вполне могут пока находиться на улице. Пока на улице плюсовая температура. Ночью температура, как я уже говорила, не должна опускаться ниже 5 градусов тепла. Когда ночи становятся холодными, пеларгонию необходимо заносить в дом. Позже оставлять её на улицу не стоит, иначе она у вас может погибнуть. Чем позднее заносить пеларгонию в комнату, тем дольше длится период адаптации в комнате. А для того, чтобы пеларгонии на следующий год опять обильно цвели, им необходима сильная обрезка. Сформированный компактный кустик за период покоя адаптируется, даст новые побеги, и к весне кустик будет готов к цветению. А если не провести обрезку осенью, не будет никакой ошибкой сделать это ранней весной. Ящики и горшки с пеларгониями лучше всего поставить на пенопластовые листы для того, чтобы не застудить корневую систему. А вот открытые форточки в морозные дни это губительно для пеларгоний. Обращаем внимание на батареи, находящиеся поблизости. Тоже губительно для пеларгоний. Берегите ваши цветочки до весны. А весной опять высаживайте в открытый грунт. А я желаю вам терпения и удачи. Подпишитесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Делитесь этим видео с вашими друзьями и не забудьте поставить лайк. Пока-пока!